Всемирный правительственный саммит в Дубае открылся в понедельник 12 февраля. Один из приглашенных спикеров – американский журналист Такер Карлсон. Автор нашумевшего интервью с Владимиром Путиным в день открытия в течение почти получаса отвечал на вопросы ведущего. Все они касались его встречи с российским президентом. Это интервью также за день разлетелось в сети с миллионными просмотрами. И это, по мнению политолога Леонида Гозмана, не случайность. То, что миллионы людей смотрели то, что говорит Карлсон об интервью, которое он взял у Путина, говорит о том, что люди крайне обеспокоены войной, крайне обеспокоены поведением России и по всей вероятности о том, что люди не удовлетворены интервью с Путиным. Напомню, что интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным продолжительностью более двух часов вышло 9 февраля и больше напоминало монолог российского президента. Пассивную позицию Карлсона отметили и западные эксперты. Да, наличие такого журналиста, как Такер Карлсон, который на самом деле не принимает общепринятую интерпретацию происходящего в последние 2, 8 или 10 лет, наличие здесь такого человека, который готов слушать Путина, а не бросать ему вызов, было подарком для российского руководства. Именно поэтому, как мне кажется, к нему было такое доброжелательное отношение со стороны российских СМИ и российской политической сцены. В Дубае ведущий тщетно пытался выяснить, почему Карлсон не настоял на прямом ответе Путина на важный вопрос, который тот задал ему во время интервью. Украина не нападала на Россию, но Путин вторгся в Украину. Почему вы не потребовали ответа на этот вопрос? Я вообще-то начал с этого вопроса, но он мне прочел 35-минутную лекцию о Екатерине Великой и о Руси. Дальше Карлсон моментально переключился на историю дискуссии о вступлении Украины в НАТО накануне 24 февраля 2022 года, оставив висеть в воздухе вопрос, на который зрители, по мнению Леонида Гозмана, и продолжают искать ответ. Ты мне объясни, зачем ты начал войну, когда ты ее завершишь, для какой цели ты ее ведешь. Но за этими вопросами стоит другой вопрос, самый главный. А ты для моей страны опасен или нет? Ты опасен или ты для моей страны? Понимаете, если ты не нападешь на мою страну, то моя поддержка Украины – это просто мой моральный долг, еще что-то такое. А если ты нападешь на мою страну, то моя поддержка Украины – это самозащита. Также ведущий обратил внимание на то, что Карлсон не задавал острых вопросов относительно внутренней политики России и репрессий против антивоенно настроенных граждан, и неожиданно получил ответ на незаданный вопрос. Вы не говорили о свободе слова в России? Вы не говорили о Навальном, об убийствах, об ограничениях для позиций на предстоящих выборах? Я не говорил о том, о чем говорят все остальные американские СМИ. Почему? Потому что они и так освещаются, а также потому, что я провел свою жизнь, общаясь с людьми, которые управляют разными странами. И пришел к следующему выводу – каждый лидер убивает людей, включая лидера моей страны. Кто-то из них убивает больше, лидерство требует убийств, простите. И по мнению политолога Гозмана, именно на этот ответ стоит обратить внимание, особенно в свете предстоящих президентских выборов в США. Обплевать мы хотели на все принципы. Обплевать мы хотели на ценности, на все прочее. Вы говорите, он убивает. Подумаешь? Все убивают. Все убивают. Причем я даже понимаю, что Трамп ответит, если его спросят, что значит, вы тоже убиваете? Я прошу вас не забывать, что совершенно не исключено, что мы слушали сейчас будущего вице-президента США. Потому что ходят слухи о том, что Трамп готов предложить ему эту должность. То есть это говорит Трамп. Вот это говорит человек, у которого есть очень серьезные шансы стать президентом Соединенных Штатов Америки. Трамп уже не раз заявлял, что намерен положить конец войне в Украине в случае прихода к власти на предстоящих выборах. Такер Карлсон также отметил, что и Путин, цитата, хочет выйти из войны. Однако Леонид Гозман напомнил, что заявления российского президента уже не раз расходились с его действиями.